МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Норжаке. Сегодня в выпуске. Виталии 47 лет. Больше ничего не известно. Тимиртавские полицейские нашли инвалида в центре города. В руках у него был только пакет. Нет торговли людьми. Карагандинские полицейские и общественники провели широкомасштабную информационную акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Карагандинские юные футболисты отправятся в Москву для участия в международном турнире «Локобол-2018». спортсменов поддержал карагандинский филиал банка «Центр кредит». Обо всем более подробно. С вещами и записка с коротким текстом. Виталий 47 лет. Кто оставил мужчину с ограниченными возможностями на улице, пока неизвестно. Его состояние оставляет желать лучшего. Виталий болен синдромом Дауна. Он не может самостоятельно передвигаться, плохо видит, имеет множество кожных заболеваний. В центр ресоциализации мужчину доставили сотрудники полиции. Здесь о нем заботятся специалисты. Однако в связи с проблемами со здоровьем мужчина нуждается в специализированном уходе. Он требует ухода в специализированных медицинских учреждениях. И когда у нас будут на него документы, когда мы узнаем, кто он, и сделаем ему удостоверение, мы оформим его в медико-социальное учреждение для инвалидов. Пакет с вещами и записка наводят на мысль, что мужчину на улице бросили его родные. Специалисты центра предполагают, что инвалидные пособия, положенные таким лицам по закону, получают члены семьи Виталия. Да, судя по его внешнему виду, Виталий является инвалидом с детства, поэтому, скорее всего, ему назначены пенсионные выплаты, пособия по инвалидности, которые, наверное, кто-то получает. Чтобы найти родных Виталия, в социальных сетях разместили его фотографию. Поисками родственников мужчины занимаются волонтеры и полицейские. Однако последние от каких-либо комментариев воздержались. Тохжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Чиновники Тимиртау извинились за испорченный Новый год. Речь идет о некачественном праздничном оформлении города. На днях стало известно, что фирма-подрядчик не будет возвращать деньги. Такое решение вынес экономический суд. Предыстория такова. В декабре прошлого года сотрудники Тимиртауского акимата невнимательно осмотрели искусственные елки и приняли работу столичной фирмы. Был подписан акт выполненных работ. Выплачено 9 миллионов тенге. И лишь позднее представители акимата обнаружили недостающие конструкции. Назвав работу столичной компании некачественной, чиновники подали иск в экономический суд. Но включить столичную фирму в черный список подрядчиков не удалось. Судья экономического суда Карагандинской области признал претензии чиновников необоснованными. И все потому, что свои претензии городские власти предъявили спустя долгое время. Суд принял решение в пользу подрядчиков. Теперь чиновникам придется оплатить услуги адвоката в размере 100 тысяч тенге, а также отдать почти 3 миллиона недоплаченных тенге. Андрей Дэн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области запустят завод по производству патронов. Об этом в ходе аппаратного совещания доложил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития. В текущем году планируется запустить 4 крупных инвестиционных проектов. Запуск 4 крупных инвестиционных проектов намечен на текущий год. Общая сумма реализации проекта в составе 41,5 миллиарда тенге. Ожидается, что это создаст порядка 700 новых рабочих мест. Об этом на аппаратном совещании в Акимате области рассказал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галамжан Жумасултанов. Он также добавил, что значимую роль в росте экономики региона играет специальная экономическая зона Сарарка. На данный момент статус участников специальной экономической зоны имеют 14 компаний. На ее территории действует 6 предприятий, а в скором времени появится еще 8. Одно из них – завод по производству патронов. Глава региона отметил, что необходимо способствовать созданию малых предприятий вокруг гигантов, к примеру, таких, как Арселор Миттл Цимиртау. Акимобласий Ерлан Кошанов подчеркнул, что крупные предприятия готовы поддержать малый бизнес. В этом вопросе требуется лишь координация работы. Обратился Акимобласий к директору региональной палаты предпринимателя Атамикен Ернару Кульпийсову. Вы не будете критиковать, что нет, вот сбыта нет, местная власть не помогает, вот мы же помогаем. Мы же сделали уже год назад этого поручения, сделали анализ. Мы знаем, что мы импортируем. Мы знаем наши потребности. И крупные предприятия готовы идти, верно, дорогой, готовы идти, им это выгодно. Но эту работу надо организовать, кто-то должен или партнером выступить, или полностью занять, или уничтожить. Также глава региона заявил, что необходимо сделать акцент на подготовку кадров, в которых нуждаются градообразующие предприятия. Он отметил, что управлению образования стоит уделить внимание данному вопросу и организовать сотрудничество колледжей региона с промышленными предприятиями. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В современных условиях религиозный экстремизм перестал быть эпизодическим явлением. Поэтому необходимо укреплять взаимодействие и усилия всего общества для противостояния деятельности радикальных религиозных течений. Основное направление – это профилактика. Специалисты провели семинар, в котором приняли участие работники предприятия «Карагандыжарок». В Бегирж сегодня стекаются обманутые граждане из разных стран мира. Среди них много представителей из стран СНГ. В основном это выходцы с Северного Кавказа, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана, Азербайджана, Грузии. Хотя есть и отдельные представители татарского народа. И даже русские. Сотрудники предприятия «Карагандыжарык» внимательно смотрят документальный фильм, в котором на ярких примерах показана разрушительная идеология религиозного экстремизма. Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями выступает профилактика. На передовой этой борьбы инспекторы сектора по делам религии и межконфессиональных отношений. Целью мероприятия являлось объяснение основных принципов светского общества в целом. И непосредственно трудовой коллектив ТО «Карагандыжарык» познакомились с концептуальными положениями в сфере религии республики Казахстан. Также были ознакомлены законодательные пазы именно по вопросам религии. В ходе встречи были затронуты темы террористических актов и межрелигиозных конфликтов в обществе. Участники также обсудили способы защиты от нетрадиционных религиозных движений и о том вреде, которое они наносят обществу. Как не попасть под воздействие этих движений, рассказал наипы мам мечети имени Балакажи Кайрат Кужин. «Человек думает, что якобы он сам может разобраться, вот он такой всё понимает, у меня своё сердце есть, я там спрошу, у меня голова своя на плечах. А в результате она не так получается. Он, как бы, говорит, в православном случае говорил «Аль-Мар-Уаля-Динни-Халили-Ифалян-Зурахаду-Куман-Ухалили». Человек обычно соблюдает религию того, с кем он общается, с кем он вместе общается с другом своим, с товарищем. Вот эту среду создать – это важный момент. В современных условиях религиозный экстремизм перестал быть эпизодическим явлением, поэтому необходимо укрепить усилия всего общества для противодействия деятельности радикальных религиозных течений. Организаторы отмечают, что подобные семинары они намерены провести во всех трудовых коллективах предприятий Карагандинской области. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Практика показывает, что с религиозным экстремизмом и терроризмом тесно соседствуют и другие преступления. Одно из них – работорговля. Людей продают и покупают в трудовые или сексуальное рабство. Нередко среди жертв торговцев оказываются несовершеннолетние. 30 июля по инициативе областного департамента внутренних дел в Караганде состоялась информационная акция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. 30 июля – Всемирный день борьбы с работорговлей. Поэтому сегодня гражданские секты, представители департамента внутренних дел Карагандинской области проводят акцию, посвященную стоп-торговлю людьми. Казалось бы, работорговля осталась далеко в прошлом. Однако статистика показывает, этот порог не чужд и современному казахстанскому обществу. С начала нынешнего года полицейские Карагандинской области выявили 12 фактов сводничества. Один факт торговли людьми и один факт вовлечения в занятия проституцией. Задержаны две банды, которые занимались торговлей людьми. Изобличена преступная деятельность двух преступных групп. Одна преступная группа, довольно-таки большая, в нее ходило семь участников. Это охранники, водители, диспетчеры, сутенеры, организаторы. Они в настоящее время все привлекаются к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в суд. Один участник преступной группы объявлен в международный розыск. Другая группа, она менее большая. Все участники уже привлечены к ответственности, к различным срокам наказания. Большинство фактов торговли людьми связаны с трудовым рабством. В основном в сети преступников попадают иностранные трудовые мигранты. Алим Ихтияров уже 10 лет приезжает на заработки в Караганду из соседней страны. Сам он не сталкивался с этим преступлением, но слышал немало историй. Активное участие в информационной акции приняли представители общественных организаций. Это объединение «Мир добра» общественный фонд «Кайсар». В этом году именно жертвам торговли людьми идентифицировано нами внутренне уже 18 человек. Среди них есть и женщины, и мужчины. Но на сегодняшний день хочу отметить, что у нас идет снижение сексуальной эксплуатации, то есть обращение по сексуальной эксплуатации. И, конечно, увеличение фактов трудовой эксплуатации. В ходе мероприятия в Центральном парке прошла минута молчания, посвященная памяти жертвам торговли людьми, а также розданы информационные листовки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинские футболисты отправятся в Москву на международный турнир. Юных спортсменов поддержал Банк Центр Кредит. На малом поле стадиона «Шахтер» состоялась благотворительная акция, в ходе которой представители банка подарили членам команды форму. Так проходят тренировки многообещающей команды. Уже в августе юные футболисты отправятся в Москву для участия в турнире «Лакобол-2018». Это одно из крупнейших детских первенств по футболу в Европе. В текущем году международный турнир будет проводиться в 12-й раз. Участие в нем – это уже достижение. Ведь, чтобы попасть в число команд-участниц, ученики спортивной школы «Жастар» преодолели два этапа и продемонстрировали результат отменной подготовки. «Первый этап был у нас в Казахстане. 12 команд в Павлодаре собрались. Одна команда, которая заняла первое место, она поехала на второй этап в Новосибирск. Мы заняли первое место. «Жастар» и «Раганда» поехали в Новосибирск на второй этап. На втором этапе участвовало 16 команд. Все команды были с России. Одна команда с Казахстана была, с Киргизии команда была, с Узбекистана. Там мы также заняли первое место и завоевали путевку уже на третий этап, который будет проходить в Москве». Сегодня будущих звезд отечественного футбола поздравили представители банка «Центр кредит». Они подарили ребятам форму и выразили свои искренние пожелания. Данный акт поддержки приободрил юных спортсменов. Примечательно, что благотворительная акция совпала с 30-летием банка. Стоит отметить, что за эти годы банк «Центр кредит» неоднократно оказывал помощь нуждающимся. Сотрудники банка находят все новые способы творить добро для окружающих. Сегодня они решили поддержать наших футболистов. «Сегодняшнее мероприятие нашего банка посвящено детской футбольной командой юношеской, которая показывает хорошие результаты не только в области, но и в республике, проводит хорошие игры на территории бывшего постсоветского пространства. И мы выбрали эту команду, провели специально благотворительную акцию, подарили им новую футбольную форму, подарили мяч от банка «Центр кредит». И приурочили это к 30-летнему юбилею. В этом году банк «Центр кредит» отмечает 30 лет своего юбилея, 30 лет работы банка в успешной регионе. Один банк, который успешно лидирует, вводит новые продукты, развивает новые направления, финансирование, кредитование как населения, так и корпоративного бизнеса, предлагает разные услуги». В первенстве принимают участие футболисты 2007 года рождения. Эти юные спортсмены признали, что испытывают волнение, ведь им впервые выпал шанс проявить себя на международной арене. К важному событию футболисты готовятся основательно. «Тренировки нас загружают так хорошо, устаем, ну, очень много чего делаем». Международный фестиваль детских футбольных команд стартует уже 3 августа. На стадионе «Локомотив» встретятся команды из Болгарии, Эстонии и России. Из Казахстана отправится только карагандинская команда. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин